Всем привет! Меня зовут Мария, живу в Корее 4 года. Меня зовут Максим, я в Корее уже 2 года. Вау! Меня очень удивило, что в Корее такой пульт красоты, что даже для парней очень важно следить за собой, если ты хочешь поступить на хорошую работу. У корейского парня больше косметики, чем у меня. Вы можете это представить? У меня сейчас очень много косметики, но у них еще больше. В Корее, если ты красив, то легко найти рабочее место. Ты везде пойдешь, и все люди будут тебе рады. Но если вдруг ты не очень симпатичен или не очень ухожен, то, к сожалению, корейцы очень сильно делают на это акценты. Ты это чувствуешь в своей повседневной жизни. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях приятный гость. Новая линейка от бренда Secret K. И на ее примере я хочу научить вас и познакомить, как же правильно ухаживать за своей кожей лица. Так же и на мужском примере, и на женском. Поехали! Так, первое. Мы начинаем очищать свое лицо не умывалкой, а, а чем же? Клинзинг ойлом. Потому что, если ты начнешь умываться умывалкой сначала, особенно у девушек, когда есть косметика на лице, ты можешь подсарапать кожу. Для мужчин, в принципе, можно начинать уже с клинзинг фон. У мужчин, по сути, кожа более грубая. Чтобы уходовая косметика больше проникала, вам нужно более сильное средство. Но для девушек нужно начинать с более мягкого. Поэтому мы начинаем с масла. Это очень мягкое средство, которое очистит вашу кожу от косметики. Вы наносите масло на сухие руки, начинаете растирать медленно по своему лицу, проходитесь по зоне глаз, стирая эти маскару и губнушку, и все остальное. И после этого вы немножко мочите руки теплой водой, и еще раз проходитесь, тогда косметика смывается более тщательно. И как ни крути, у вас все равно лицо остается неочищенным, потому что косметика остается. И мы переходим к лензинг фону. Давай откроем, посмотрим, что это такое. Приятненький, да? На самом деле косметика с лимоном бывает очень такая едкая, знаешь. Ты нюхаешь и неприятно. Но вот именно эта серия очень нежная. Он сделан на основе лимона с газированной водой. Прикольно, да? Выглядит как крем. Очень нежная и мягкая. Понюхаю еще раз, Максим. Приятненько. И я советую Максиму, допустим, начинать даже не с масла, но в принципе, если ты чувствуешь, что твоя кожа деликатная, тебе нужен более мягкий уход, то начни с масла, и после этого продолжи уже умывалкой. Либо, если ты чувствуешь, что твоя кожа более толстая, грубая, тебе не нужен мягкий уход, начни с к лензинг фон. К лензинг фон наносится уже на влажные руки. Вы наносите сколько вам нужно, растираете очень тщательно, обозбиваете до пенки. И после этого ты уже проходишься по своему лицу, нежными массажными движениями проходишься вот так вот. Чуть-чуть подождал. И смываешь теплой водой. Но на этом не все, дорогие друзья. Очищение продолжается, потому что в Корее кореянки на самом деле умываются два раза, но после этого они еще умудряются очистить свое лицо пилингом. Покажите. Это пилинг пэт. Сейчас я его открою. Прям как духи-то какие-то. Очень классный запах. Очень освежает и такой непритерный. Мне нравится. Ты знаешь, что это такое? Пилинг пэт? Да, это пилинг пэт, потому что я тебе сказала. Давай поговорим, для чего он нужен. Ну давай. Ну давай. Обычно я, когда использую пилинг пэт, я вот так вот придерживаю двумя пальцами и прохожусь по лицу до того, как я наношу косметику. Для чего это нужно? Кожа становится более ровная, упругая, и после чего косметика ложится очень хорошо. Иногда есть такие зоны у девушек, где, допустим, очень сильно жирнится или там что-то, ну знаешь, воспаляется. Поэтому он тоже очень тщательно очищает эту зону. Но, Максим, мне только для лица это нужно. Отлично. Ты можешь также очищать, делать пилинг себе в зоне шеи. У иностранцев кожа шеи очень стареет. Плюс, что очень важно, я думаю, ты точно не знал об этом. Для локтей. Че? Че? А, Паш, ты реально не знал? А смысл? Никто на локти не смотрит. Максим, на самом деле кожа на локтях очень сильно стареет, как и здесь. Поэтому эту зону тоже нужно очищать и делать пилинг. Ну давай руку, к тебе пройдемся. Вот посмотри, посмотри, сколько у тебя складочек. И она очень упругая. Если кожа здесь мягкая, то упругая. И вот так вот делаем. Круговыми движениями проходимся по зоне локтя брата. И делаем ее глаже и очищаем. Пилингель и пилингпет это, в принципе, одно и то же. Просто текстура разная. Для использования, на самом деле, мне больше удобно пилингель. Ты можешь нанести его, потом смыть легко, как умывалку. И не париться, в принципе. Он очищает от ороговевших частичек вашу кожу. Также тонизирует вашу кожу. Делает ее более упругой и гладкой. Очищение это самый важный этап, поэтому я подошла к нему более детально. И еще есть два этапа, о которых мы просто скажем поверхностно. Это тонирование и увлажнение. Да, я тоже пользуюсь увлажнительным кремом, потому что в Корее вода не подходит для кожи в основном. Так что увлажнительный крем это решение всех проблем. Иностранцы стареют намного быстрее, чем корейцы. У нас кожа очень слабая. Если ее тщательно не увлажнять, то вы постареете намного быстрее. Что, кстати, и происходит в наших странах. Девушки не ухаживают, не увлажняют, не очищают кожу. Именно тщательно. Именно поэтому, если ты посмотришь, 25 лет девушке, но она выглядит уже более чем на 30. В Корее, ты как обратишь внимание, даже иностранки, которые живут в Корее, они выглядят очень молодо. Baby face. Ты заметил? Ты обращал внимание? Видел, да. Я считал, что это больше от природы. Не, ну это тоже, конечно, есть, но я замечаю часто, что все мои друзья, которые живут в Корее, по приезду у нас кожа выглядела очень уставшей, очень несбалансированной. Честно, я даже выглядела буквально на 5 лет старше, чем я выгляжу сейчас, но сейчас я тщательно ухаживаю за собой и помолодела. Ты не заметил, Максимичка? Твоя сестра помолодела. Походу нет, но я могу это заметить. Ну, не могу сказать, что помолодела, но определенно осталась такой же красивой, как и было раньше. Ну да, уже 5 лет прошло и осталась такой же, дорогие друзья. Приятно слышать. Спасибо. Спасибо большое всем, кто смотрел наше видео. Да, спасибо за это познавательное видео. Я узнал очень много интересного для себя. И, скорее всего, буду пользоваться некоторыми из этих советов. Так что... Очень приятно, что тебе понравилось и полезно. И тебе спасибо. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Ставьте класс, пишите комментарии и подписывайтесь на мой и наш канал. Спасибо. Пока.